На видеосвязь с мэрией вышли все районы курорта. В залы городской и районных администраций пригласили предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность с нарушениями трудового кодекса. Они не оформляют своих работников, как этого требует закон, а значит уклоняются от уплаты налогов. Городской бюджет недосчитывается денег, которые должны идти, например, на оплату содержания детей в детских садах, на строительство школ или ремонт дорог. Ну а сами неоформленные работники рискуют в будущем получать минимальную пенсию или, например, не смогут рассчитывать на декретные или больничные и даже на кредит в банке. Кроме того, это еще и вопрос безопасности. Есть решение антитеррористической комиссии города, где четко принято, что все работодатели, принимая на работу работников, обязаны, прежде чем принять, согласовать, а отдать на проверку полицию этих лиц, чтобы ему сообщили. Это его дело принимать потом на работу, не принимать. Но знать о том, кто он такой, сколько у него судимости, за что эти судимости работодателю надо. Сегодня состоялось уже 21-е заседание специально созданной межведомственной комиссии по неформальной занятости. Свою эффективность она доказала не только на бумаге. Так, в начале этой работы было выявлено 70 тысяч человек, которые трудились без договора и были лишены социальных гарантий. Сейчас цифра уменьшилась значительно. Таких сочинцев, работающих в тени, осталось 26 тысяч человек. Как-то это не остановится. И надеяться...